Праздник Дружбы и Единства Деревообрабатывающая отрасль. Зарубежные дипломаты посетили Фондок. Очень впечатлило те производства и тот конечный продукт, который производит данная компания. Какие отзывы? Меняем курс. Изменена организация движения на перекрестке улиц Шины и проспекта строителей. Если же вы двигаетесь со стороны улицы Попова, то есть из частного сектора, вам разрешено движение прямо, либо только направо. Как теперь ехать? А также в ритме фестиваля закрытые леса и запасные даты. Для прохождения централизованного тестирования в резервные дни зарегистрировалось более 900 человек. Когда первое испытание? Праздник, который объединяет, Александрия вновь собрала друзей уже в 12 раз. Республиканский фестиваль отгремел на живописном берегу Днепра. Он собрал мастеров, музыкантов, зрителей из трех стран – Белоруссии, России, Украины. Всего 66 тысяч человек. Чем удивляли организаторы в этот раз и как прошел концерт по заявкам? Все подробности у Карины Гуревич. Сергею Кудикову известно, как с помощью мехов, горной и наковальни создать невообразимое произведение – от аккуратных маленьких сережек или подвески до настоящих рыцарских доспехов. Кузнец прошел долгий путь – от мастера производственного участка в колледже до исторической реконструкции. И вот уже 8 лет занимается по-настоящему жаркой работой. В родном городе Мстиславли его знает каждый. Есть своя стационарная кузня, а есть передвижная, с которой я езжу по фестивалям и демонстрирую развитие данного ремесла, именно кузнечное направление художественное. С кусочка любого металла можно сделать что-то теплое, согревающее и радующее душу людям, которые это приобретают. Раз в год маленький агрогородок на берегу Днепра становится эпицентром веселья и радостных улыбок. Праздник никогда не был исключительно для местных жителей. Александрия собирает друзей уже в 12-й раз. В этом году организаторы подготовили новую программу – тематические молодежные площадки, сувениры и гала-концерт. Каждый находит занятие по душе. Почти полтора километра торговых рядов. Традиционная еда и дегустация лучших белорусских товаров. Ярмарка мастеров удивляет своими произведениями. Кожаные сумки, кошельки, браслеты и подвески – все ручной работы. В этой благодатной земле, в Могилевской земле, на Шкловщине собрались настоящие друзья. Все люди, кто уважает друг друга, кто ценит друг друга. Мы сегодня видим калейдоскоп народного творчества. Здесь же и традиционный белорусский ручник – символ фестиваля. По мнению организаторов, благодаря ему сохраняется душевность и национальный колорит праздника. В Александрии представители всех регионов Синеокой. Бобручане тоже доехали до Шкловской земли. Сегодня мы принимаем участие в этом замечательном празднике. Подготовили уникальную фотозону из настоящего зефира с аэрографией. Также мы привезли новинки. У нас будет беспроеклышная лотерея, в которой можно поучаствовать. Наша всегда была сильная сторона продолжения традиций народных промыслов в Беларуси, в частности, Могилевщины и Бобруйщины. Поэтому наши традиционные гончарные изделия, керамика художественная, резьба по дереву, живопись по ткани и разнообразные изделия в этой тематике. В этом году гостями праздника в Александрии стали более 66 тысяч человек. Одни с раннего утра гуляют по торговым рядам, рассматривают продукцию предприятий, другие приезжают в разгар фестиваля. Но площадок здесь так много, что обойти их за день просто невозможно. Дискотека и караоке. Музыка льется со всех сторон. Когда вернешься, что друзьям расскажешь? Я расскажу то, что я еще сюда приеду, если на следующее купалье тут будет. И тут очень классно, тут замечательно. Нравится техника? Да. А что это? Татал. А ты знаешь, где его производят? Знаю. Где? На стойке. Ну, в Минске, правильно? На тракторном заводе? Да. Уже успели что-нибудь посмотреть? Посмотрели, как красиво представлена наша Беларусь. А что больше всего понравилось? Ручники понравились, васильки понравились, голубое небо понравилось, солнце понравилось. Медиахолдинг «Бобруйское житё» представляет на фестивале виртуальную студию. Почувствовать себя ведущим новостей корреспондентом может любой желающий. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко лично знакомится с возможностями современной журналистики. Пробует себя в новом амплуа и заодно делится своими впечатлениями от увиденного. Дело по путешествия, что ты вот один регион, другой промышленный, сельскохозяйственный потенциал, люди, наряды, костюмы, с которыми встречают, особые слова. Вот это и есть единство нашей нации, что мы все регионы, которые здесь вот разместились, мы демонстрируем. И не просто это на праздник только, а повседневной нашей деятельности мы демонстрируем единство нашей нации. По традиции не обходит вниманием этот форум и Александр Лукашенко. На малой родине президент – желанный гость. Глава государства благодарит всех, кто внес свой вклад в организацию фестиваля. Мы не случайно называем наш праздник «Александрия собирает друзей». Это тоже исконная традиция делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом. Миром делиться и добром. И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад. Наша историческая память. На этой сцене выступали гости из разных стран. Все эти годы они дарили нам частичку своей культуры. История Купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая ни на пандемию и внешнее политическое разногласие. Так будет всегда. Кульминация народного праздника – гала-концерт. На сцене президентский оркестр и обновленная труппа Купаловского театра. А песни звучат по заявкам жителей Александрии. Один из них пожелал услышать Серегу. Просьбу исполнили. Второй хедлайнер – Олег Газманов. Финалом становится композиция «Беларусь – это мы». Красочный аккорд. Салют. Карина Гуревич, Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Бобруйск, 360. Демонстрация возможностей. Зарубежные дипломаты оценили уровень производства «Фандока». Гости познакомились с работой фанерного завода, увидели готовую продукцию и посетили фирменный магазин предприятия. Ольга Васенда продолжит тему. Фандок – один из крупнейших и старейших переработчиков дерева в стране. Элеменная доля всего, что делает предприятие, идет на экспорт, а это 90%. В списке ценителей белорусского – 40 стран. География поставок охватывает Европу и США. Отсюда и такой пристальный интерес со стороны многих партнеров. В этот раз уровень развития завода оценивают зарубежные дипломаты. Первая локация – фанерный завод. Большой процент от всей прибыли «Фандока» принадлежит фанере. География поставок – 40 стран. США, Канада, Турция, Египет, Иран, Малайзия, страны Евросоюза. Каждый месяц на предприятие привозят по 10 тысяч кубов древесины. Это 250 железнодорожных вагонов. Если их выстроить в одну линию, на рельсы состав растянется на 7 километров. Масштабы впечатляющие. Несмотря на это, сырье не залеживается. Это все-таки основное производство. 60% выручки приносит нам фанера. И это наиболее, наверное, такой интересный процесс. Можно, конечно, было показать и мебельную фабрику, и выпуск столярных и мебельных плит. Но, наверное, это менее зрелищная картинка. Ферменный магазин по улице Ленина, 94. Следующая остановка. Здесь представлена вся линейка продукции. Кухонная, корпусная, стеллажная мебель, дверные блоки. Стоимость зависит от материалов и деталей, из которых сделана продукция. Бываем в разных предприятиях. Мебельная фабрика, конечно, интересна. Были в Могилевском области, в другом заводе. На фондойке первый раз. Качественные продукты. Достаточно интересная программа. Всегда интересуемся то, что находится вне Минска, то есть то, что находится в регионе. Очень впечатлило те производства и тот конечный продукт, который производит данная компания. Соответственно, мы бы, конечно, купили, если бы не было настолько большого размера. Визит зарубежных дипломатов в таком широком составе на предприятии впервые. Подобная практика – хороший вариант для продвижения продукции на рынке разных стран. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бопруиск, 360. Минздрав Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 689 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 428 595 человек. В Беларуси продолжается прививочная кампания. Так, в Могилевской области первую дозу от коронавируса получили почти 112 тысяч жителей. Полный курс прошли почти 70 тысяч. Как отмечают специалисты, если по каким-либо причинам не удается получить второй компонент ровно через три недели, то интервал между введением препарата можно увеличивать до 90 дней. Напомним, вакцинацию может пройти бесплатно любой желающий, не имеющий противопоказаний в полиглинике и по месту жительства. Для прохождения централизованного тестирования в резервные дни зарегистрировались более 900 человек. В каждой области определен пункт, где можно записаться. Всего их 6 по стране. В сдаче допускаются абитуриенты, которые по уважительной причине не смогли присутствовать в основной день. Стартуют испытания в 11.00. Напомним, сертификаты ЦТ начнут выдавать 16 июля. Тем, кто будет сдавать запасные даты с 23-го. В лесах страны сохраняется пожароопасная ситуация. На сегодня запреты на посещение действуют в 79 районах Беларуси. Наиболее сложная обстановка в Могилевской области. Так, например, одиночное нахождение в лесополосе для сбора грибов, ягод допускается. Но въезд транспортных средств ограничен. Интерактивная карта доступна на сайте Минлесхода. Поезд на Славянский базар Витебске отправится в первый рейс 14 июля. Дополнительный состав будет курсировать ежедневно. Со станции Минск-Пассажирский он отправится в 12.28 и прибудет в Витебск в 16.08. После завершения концертной программы гости фестиваля на нем же смогут вернуться в столицу. Отправление в половину второго ночи, 6 утра, время прибытия. Все подробности на сайте Белорусской железной дороги. Завершился чемпионат Европы по футболу. В финале встречались сборные Англии и Италии. Игра состоялась в Лондоне на стадионе Уэмбли. Хозяева начали мощно, забив рекордно быстрый гол уже на второй минуте. Ответить итальянцам удалось на 67-й, но решилось все во время серии после матча в финал. 3.2. Досадный промах отправил трофей в Рим. Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца недели. Так, во вторник, 13 июля, будет преимущественно без осадков. Утром местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен слабый команд. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-22. Днем будет от 29 до 36 градусов тепла. Новая дорога, новые правила. На перекрестке улицы Шины и проспекта Строителей изменена организация дорожного движения. Теперь, следуя со стороны Агромаша, с крайней левой полосы повернуть можно только налево. С правой во всех направлениях. А вот если ехать с улицы Ленина по проспекту Строителей, то с крайней левой налево и прямо, со средней только прямо, с крайней правой направо. Если же вы двигаетесь со стороны улицы Попова, то есть из частного сектора, вам разрешено движение прямо, либо только направо. Если же вам нужно повернуть налево на проспект Строителей, вам необходимо двигаться по улице Шинной до пересечения с улицы Ленина, и там совершить левый поворот. Если же вы двигаетесь по проспекту Строителей со стороны улицы Батова, с крайней левой полосы вам разрешено движение либо налево, либо прямо. Со средней полосы разрешено движение либо прямо, либо направо. С крайней правой только направо. Изменения коснутся и пешеходов. Переход проспекта Строителей теперь осуществляется в два этапа. Преодолев половину проезжей части, следует остановиться на островке безопасности и, дождавшись зеленого, продолжить путь. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях в мой эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»